Юрий Тершков приобрел гараж 9 лет назад. Уже тогда у мужчины вызвало опасение состояния соседских построек. Сейчас на месте бывших гаражей остатки кирпичей и гора старых досок, которые постепенно превращаются в свалку. Дала помойка. Кому чего не лень, все сюда бросают. Ну что, крыша валяется, ворота упали. Ну сам Бог велел что-нибудь сюда бросить. С соседнего гаража тоже самое. Крыша провалилась. Чтобы избежать несчастного случая, собственникам соседних гаражей пришлось заложить ямы досками. Даже несмотря на это территория, где раньше были постройки, не перестает быть опасной. Неудобства от такого соседства Юрий Тершков начал испытывать еще задолго до того, как гаражи превратились в гору мусора. Когда вот эта крыша начала клониться от этой, не знаю там, гнили или что-нибудь погоды, вот здесь у меня вот такая трещина стала. То есть крышу подняла. Вот эту крышу, мне пришлось эти шпильки болгаркой резать, чтобы она упала. И у меня крыша села на место. Но на место вот настолько вот ушла наружу. Поиски собственников разрушенных гаражей успехом не увенчались. Поэтому и спросить за состояние построек на протяжении нескольких лет было неского. Однако даже сейчас, когда на месте бывшего 159-го и 161-го гаража образовалась свалка, очистить территорию не представляется возможным. И рубероид, и доски, и кирпич, который является собственностью владельца данного гаража. Даже при том, что его нет, как бы личность его не обнаружена, тем не менее гаражный кооператив не имеет права убрать этот мусор. По словам председателя гаражного кооператива Алексея Милецкого, ситуация с брошенными гаражами под контролем. И чтобы свалка не разрасталась, там проводят текущую уборку. Периодически тот мусор, бытовой мусор, который, к сожалению, имеет место быть на территории вот этого заброшенного гаража, мы периодически его убираем. Все, что в силах гаражного кооператива, мы эту работу выполняем. Навести порядок рядом с гаражом Юрия Тержкова может только признание разрушенных построек бесхозными. Но этот вопрос находится в ведении городской администрации. После того, как соответствующие органы в судебном порядке решат, что гараж никому не принадлежит, право пользования этой территории может перейти третьим лицам. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.